8 часов 58 минут в непрерывном движении даже пил и перекусывал на бегу. В итоге личный рекорд 100 километров побит. Время подгадал такое, чтобы было поменьше машин и выбежал. Но у нас город не превыш бегунам по трассе. Многие машины останавливались, предлагали довезти. Когда я им объяснял, что это у меня забег, они очень сильно удивлялись, не понимали. О том, что пробежит вместо 30-100 километров, майор Семенов для себя решил еще в мае. Тогда в честь Дня Победы спецназовец преодолел 75 километров, цель достигнула и тут же поставил новую. Стараюсь тренироваться еще дополнительно. То есть это я на работу выбегаю, дистанция примерно 5 километров и обратно с работы. То есть дополнительно провожу две тренировки в день. Многочасовые тренировки нужны, чтобы спасать жизни людей. Ведь спецназовцам приходится и массовые беспорядки ликвидировать и заложников освобождать. В задержании особо опасных преступников, либо участие в мероприятиях по ликвидации террористов, то используется огнестрельное оружие. Да, у нас на вооружении находится АКС-74. Помимо всего прочего, одежда для спецназовцев очень тяжелая и находиться в ней обычному человеку больше 15 минут крайне неудобно. А вот бойцы спецназа могут провести в такой экипировке больше 10 часов. Несмотря на ответственную службу и нередко вызов на работу посреди ночи, Михаил находит время и для творчества. В последнее время мне понравилось что-то делать руками. Знаете, это ремесло, работа с деревом, допустим, мне очень понравилось. Вот, изготовил дома деревянный шкаф. Но марафон и все же главное влечение для Рубцовского фореста. В следующем году он мечтает пробежать без остановки 160 километров. Только вдумайтесь, это расстояние из Барнаула до Бийска. Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком.